Добрый день, дорогие друзья. Сегодня речь пойдет о Валентине Гафте, актере советского и российского театра и кинематографа, народном артисте РСФСР, звездой театра «Современник». Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в еврейской семье, приехавший из города Прилуки Черниговской области. Его отец — участник Великой Отечественной войны, награжден медалью за боевые заслуги, после войны работал адвокатом в юридической консультации. Мать была домохозяйкой. В школе Валентин начал участвовать в самодеятельности, играя в школьных спектаклях, осознал, что такое актерское ремесло. В старших классах юноша уже четко понимал, кем будет во взрослой жизни. Валентин Иосифович тщательно готовился к вступительным экзаменам в театральный вуз, но при этом сильно сомневался в собственных актерских способностях. Он подал документы сразу в Щукинское училище и в школу-студию МХАТ. В Щукинском училище Валентин Гафт прошел первый тур, но не прошел второй. Однако в школу-студию МХАТ он поступил с первой попытки, сдав экзамен на отлично, окончил школу-студию в 1957 году. Сценический дебют актера состоялся на сцене театра имени Моссовета, затем работал в театре Сатиры, театре на Малой Бронной, театре имени Ленинского комсомола. В 1969 году Олег Ефремов пригласил его в театр Современник. В этом театре актер служил много лет. Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году в фильме Убийство на улице Данте, здесь Гафт мелькнул в крошечном эпизоде. Видимо, внешность артиста не вписывалась в образ советского киногероя. Долгое время его звали на роли разнообразных злодеев и отрицательных персонажей. Долгие годы Валентин Гафт играл в кино только эпизодические роли. Отчасти это было связано с его нестандартной внешностью, как актер он не попадал в популярный типаж. Перелом наступил в 70-х годах. Небольшая, но яркая роль Брасетта досталась ему в ставшей популярной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Гафта стали активно снимать в фильмах для телевидения, дневной поезд, гонки по вертикали, визит к Минотавру. Судьбоносным для Валентина Гафта стал фильм «Гараж». Случайная работа в фильме Эльдара Рязанова переросла в плодотворное сотрудничество. В 1980 году Гафт сыграл лихого кавалериста в «Вадивилле» о бедном гусаре «Замолвите слово». В фильме «Забытая мелодия» для Флейты Гафту досталась роль одиозного чиновника одинокого. Не менее ярким стал образ бомжа-интеллигента по прозвищу «Президент» в фильме «Небеса обетованные». А в конце 90-х актер сыграл генерала в трагикомедии Рязанова «Старые клячи». Благодаря фильмам Рязанова Валентин Гафт стал известен широкой публике. Но не только творения великого Эльдара Рязанова прославили Валентина Гафта. У него есть и другие запомнившиеся зрителям прекрасные роли. Многие поколения отечественных зрителей и сегодня с удовольствием смотрят чудесный новогодний фильм «Чародеи», где Гафт появился в образе Аполлона Митрофановича Сатанеева. Еще одна новогодняя сказка «Сирота Казанская», где Валентин Иосифович, один из трогательных пап Насти, заслуженный фокусник. Трагическая роль досталась актеру в ленте «Анкор», еще «Анкор», где он сыграл полковника Виноградова. Интересный образ Валентина Иосифович воссоздал в кинокартине «Воры в законе», где появился в роли крестного отца. Также в его фильмографии особое место занимают фильмы «Визит дамы», «Террористка», «Ночные забавы», где артист играл главных персонажей. Гафт оставил после себя богатое наследие. Фильмы с его участием входят в золотой фонд советского кинематографа. Это «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать мастер и Маргарита». Ему удавались любые роли, большие и маленькие, драматические и комические. А еще Валентин Иосифович был известен как автор замечательных эпиграмм. За годы творческой деятельности он написал несколько книг. Валентин Гафт был женат трижды. Первая жена — Елена Изаргинова, манекенщица. Вторая жена — Инна Елисеева, артистка балета. Развелись в начале 1980-х. Дочь — Ольга, в 2002 году покончила жизнь самоубийством. Третья жена — Ольга Остраумова, актриса, поженились в 1996 году. Детей жены — Ольгу и Михаила Валентин Иосифович принял как родных. Как уточнял актер в интервью, в доме все держалось на плечах его супруги, благодаря ей артист мог заниматься исключительно творчеством, не касаясь быта. Скончался Валентин Гафт 12 декабря 2020 года на 86 году жизни. Награжден Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Лауреат Международной театральной премии имени Станиславского в номинации «За вклад в развитие актерского искусства России». Лауреат премии «Золотой орел» в номинации «За вклад в отечественный кинематограф». Общественная читательская премия «Газеты «Аргументы и факты» — «Национальная гордость России» за выдающийся личный вклад в развитие культуры. Дорогие друзья, спасибо вам за ваши прекрасные комментарии и внимание к моим работам. Я желаю вам семейного благополучия, взаимопонимания и поддержки ваших родных.